всем огромный привет мы попали на канал семья на чемоданах и в этом выпуске мы вас приглашаем на морскую прогулку досмотрите до конца в конце выпуска я вам расскажу что входило сколько это стоило и вообще расскажу наши впечатления отправляемся из порта алании погнали выбрали вот этот корабль нам сейчас помогут очень аккуратненько завести коляску вот так вот мы едем совершенно одни так называемая вид прогулка вот вот такой корабль очень интересный смотрите здесь он деревянный то есть это не яхты лухари-мухари как это в сочи это свои атмосферные вот такие вот большие корабли сейчас соответственно нам налить чай пепси фанту пацанам тоже дадут прогулка длится будет час и как обещали будут дельфины будут черепахи и мы все это вместе с вами сейчас посмотрим все смотрите катера завелся вот здесь есть умывальник есть туалет и у нас кто-то хотел из пацанов туалет тут есть еще второй этаж вместе с вами смотрите сейчас проходим вот так вот здесь даже можно будет сделать очень классные фотографии пройти на самый край корабля понаслаждаться артем аккуратно и здесь вот второй этаж то сейчас я поднимусь вам покажу да если здесь конечно компании это вообще клёво но он сказал что из-за ковида нельзя только одна семья все сейчас он прогреется немножко и мы с вами отправляемся в часовую прогулку по средиземному морю делаем это впервые мы начинаем отплывать так сейчас вам покажу процесс как это происходит эти так я надеюсь никого не укачает последний раз когда мы плыли на яхте ялте меня очень сильно укачала я прям побледнел надеюсь сейчас все будет хорошо но тогда я думаю что это было из-за того что я много времени провел в каюте с пацанами они кушали и там вообще там так болтала жестко еще был шторм и конечно я вообще чуть не помер посмотрим как сейчас пройдет наша покатушка в море то мы отплываем посмотрите какой потрясающий вид вот у нас не к нас опять все дернуло это авантюру давай давай славян поехали сюда все отплываем шикарно какие виды вы только посмотрите какая красота нас ждет вместе с вами впереди обалдеть индивидуальная яхта но это яхта не назовешь это скорее всего индивидуальный корабль да он такой вот видите весь атмосферный очень вот это такой старинный но они здесь вот все такие все сделаны в таком стиле очень мало яхт вон они там вдалеке стоят такие типа как в сочи красотища так цвет моря вам покажу очень надеюсь что передается вот она гора я люблю аланию вот она мы там были какая красота из мечети издается молитва и вот она вся крепость которую мы тоже естественно посетим следующих выпусках причем это стена а там настроенные виллы домики так вот он маяк до которого мы также хотим прогуляться все мы выходим посмотрите какая красота обалденно вот так вот можно приходить это видимо один маяк да с этой стороны есть второй маяком побольше они явно вечером светятся и вот так вот можно на камнях наслаждаться посмотрите каким шикарным видом вон там вот вдалеке заснеженные шапки какая красота пустые пляжи олалья песчаные ай какая красота мы выходим из бухты из порта я даже одел кофту потому что корабль даже еще не набрал ход но уже достаточно прохладно и между прочим качает я думаю что мирончик поспит а мы очень спокойно с Настенькой наслаждаемся этими видами маяк конечно великолепный он не высокий но он очень красивый так вот люди которые бачат кто просто приходит на эти камни и наслаждается заряжается ух ты смотрите как качает лодку фух ничего себе вперед нас назад мы решили мирончика припарковать коляску поставил на тормоз надеюсь все будет нормально и Настя говорит зачем тебе его качать если корабль вот так вот вот так вот и качается ой какой кайф а вообще кайф просто невероятно а мы сейчас с вами попробуем сделать следующее ох ты ничего себе смотрите мы прям на носу вместе с вами какие красоты просто какая круговая панорама просто обалдеть получается по маршруту как я понял мы сейчас заплывем за эту гору посмотрим на пляж клеопатры со стороны моря посмотрим какую-то пещеру в которую также можно сходить и посетить возможно мы это сделаем просто насладимся вот этими видами нам еще обещали что мы увидим дельфинов нам еще обещали что мы увидим черепах огромных но посмотрим все это нас ждет сегодня в прогулке еще хочу вам показать якорь гляньте какой ржавый но но очень массивный ух ты да тяжелый какая красота а там видите такие проходы как будто туда тоже заплывает вот как в балакалаве очень так напомнило обалденно интересно мы выплыли из порта и заплываем вот за вот эту штуку видимо наша первая достопримечательность это вот это вот называется красная башня гордость алании и сейчас мы к ней будем подплывать можно вот так вот даже видите встать на нос какая красота я наверное думаю что когда мы будем плыть после этого носа будут плыть дельфины вместе с нами слушайте вот про вот эти вот входы я вам говорил интересно что это такое и вот она красная башня проходит видите мы эту красную башню и вот почти в упор проходим вот с этими скалами парни смотрите козочки там не сядь 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 вставать не надо смотрите это козочки козочки да слушайте интересно вообще а вот прям дом он построен прямо на на этой стене обалдеть и посмотрите в каком состоянии сохранилась вся эта крепость очень много руинов да там конечно пошарахаться вообще еще то будет удовольствие ой какие скалы вот прямо оттуда взять спуститься здесь вот можно походить но нужно конечно быть аккуратным цвет средиземочки невероятный ой какая красотища обходим 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 сейчас эту скалу обратите внимание как есть камни скалы они так торчат как в пещерах порода камня очень интересная видимо это тоже когда-то было дно морское ух ты а вот этот посмотрите камень как он стоит я не знаю он же еле держится ха обалденная красота какие виды вы только гляньте друзья это просто это невероятно такая мощь и наверху крепость видны следы видите мокрые от волн волны видимо здесь сядь не смешно где-то здесь мы должны зайти в пещеру обалденно и гляньте как в скалах растут деревья здесь вообще ни грамма песка ни грамма земли и посмотрите и посмотрите какая-то красотища да ладно ничего себе это вообще это просто невозможно еще одна экскурсия возвращаются обратно тоже видите можете заметить что там почти людей людей это нет ух ты а вот она и пещера первое смотрите блин жалко что здесь у них нет никаких сабордов чтобы можно было взять и проплыть и и и и и даже можно прям взять на саборде когда минимум волны заплыть а крепость а крепость наверху все продолжается и продолжается если там я так удивился этим деревьям как из камня может расти дерево что это за такое дерево обалденно вообще друзья просто невероятно да Настеньке огромный респект что она нас их сбаламутила и говорит давай давай поплыли чего ты давай обязательно прокатимся это неописуемая красота пацаны классно да Наська классно а здесь посмотрите какие виды открываются на горы вообще невероятно слушайте ну вот в крыму ты плаваешь там как бы тоже да все прикольно но здесь другое вот здесь другое обязательно нужно пробовать и там плавать и тут плавать везде поплавать как говорится нужно все увидеть а здесь посмотрите какая порода скал она красная а сверху все так же крепость а вон там вообще как белое что-то виднеется как будто маяк а цвет а цвет моря обалденно цвет средиземки вообще потрясающий обалдеть посмотрите прям с самого краю наверху крепость идет прям с самого края я не знаю как говорится я не местный я не в курсе обрушается ли это вся история с годами и будет ли там так долго стоять крепость но учитывая что у нас сделано построены еще ого-го как давно то пожалуй они знали где строить что это на очень-очень долго обалденно друзья обалденно слушайте кто будет здесь в этих краях не пожалеете денежку скатайтесь вы точно не пожалеете вообще круговые круговые виды они просто нереальные а вон тот корабль плывет а то он уже битком наверное групповая экскурсия возможно стоит дешевле но нам конечно лучше все равно вот так вот индивидуаленько а вот здесь вот уже вот на в этой части видите это уже остатки крепости уже не такая как вот она вот тут идет с самого верху здесь уже так ну интересно обязательно тоже сходим погуляем я бы если честно вообще бы взялся бы и ногами прошелся бы вдоль вот этого вот всего на самый на самый вот этот вот конец этого мыса я думаю что однозначно ходят надо как-нибудь сделать разведку попробовать покорить этот мыс и запустить сверху дрон класс проходим эту скалу посмотрите как интересно не я не знаю насколько здесь конечно безопасно ходить но достаточно резкий спуск и резкий подъем здесь прям дроном так пролететь это мы сейчас получается ее вот так вот обернем и с той стороны будет пляж Клеопатра на который естественно мы тоже сходим возможно покупаемся ну а сейчас просто вид с моря будет а волны заметьте они вот с годами там все вырубают 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 вот эти все морские пещеры они именно так и образуются что с годами шторм волны вот так вот там все разбивают разрушают вода это сила так же как горные реки они постоянно вот каньоны все которые появились это за счет горных рек они с годами тысячелетиями вымывали всю эту породу ну и продолжают вымывать обходим скалу это невероятно это что-то потрясающе я отсюда уже вижу что Клеопатра пляж пустой ух какие волны ой какая красота крепость продолжается дальше ой 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 слушайте дух захватывает вообще когда видишь такую мощь ох нырнуть бы сейчас а да друзья пишите в комментариях как вам а вот дерево оно уже засохло видимо ему не хватило питания от скалы класс мы самое что клевое что мы как-то не вдалеке плывем а почти вплотную подходим ко всем скалам вот рукой подать как говорится и можно рассмотреть каждый камень каждый скол каждую вот маленькую пещерку сейчас будем видимо подплывать еще к одной пещере я ее уже вижу сейчас посмотрим конечно этот корабль в эти пещеры даже заплыть не сможет да мы прям туда и идем прям по курсу посмотрите как волны размывают здесь находится пещера пещера влюбленных да 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 вот это она и есть пещера влюбленных отсюда ныряют люди правда не знаю как они сюда забираются как они сюда подплывают вот это пещера влюбленных ребята запоминайте это пещера влюбленных смотрите да там действительно можно любить надписи вот этим краской ну зачем я не знаю какая это мощь вот так выглядит данная пещера влюбленных сегодня с утра кстати про нее читал думал надо каким-то образом туда сходить и вот мы не сходили мы сплавали видно вам не видно как чайка летит вдоль скалы красиво смотрится очень вот еще маленькая пещера которая образовалась из-за штормов вам вот где они нам вак oonsx нахл вот вот вак вот 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 видимо, смотреть дельфинов и черепах, как обещал капитан корабля. Мы возвращаемся. Темка говорит, как здорово. Сейчас бы, говорит, поспать на волнах так классно, говорит. Да. Так, у нас, по-моему, по маршруту-то все. Осталось только где-то разглядеть черепах и дельфинов. Не знаю, получится ли у нас. Да, нет, пока не было. Но я не знаю, должны где-то здесь быть. Снова у нас, видите, вот эта пещера. Интереснейшая, глубокая. Я, правда, к сожалению, не знаю, как она называется. Но я бы очень хотел будто заплыть на Сапе. Я не знаю, передается ли вам вся эта красота. Этой мощи. Здесь вот этот кусок мне нравится особенно больше, потому что здесь такая, получается, объемная вот эта скала, гора. И как разбиваются в нее волны. Это, конечно, потрясающе. Вот говорю, что каждое место нужно всегда увидеть. С воды, с суши и с воздуха. Класс. Здесь не вид на Аланию. Какая красота. Гора. Я люблю Аланию. Снежные шапки. Красота. Все, мы возвращаемся на берег. Уже почти приплыли. Сейчас спустимся. Я вам расскажу по цене, сколько вышло. Мы сошли на сушу. Единственное, что мы не видели, дельфины и черепах, которых они обещали. Пацаны, конечно, вообще расстроились. Родион даже подошел к нему и говорит, эй, говорит, а где дельфины и черепахи? Ну ладно, по крайней мере, мы покатались индивидуально. Час. Ну там чуть меньше часа получилось. И прогулка нам обошлась в 30 долларов. Перевойдите сами по курсу на момент, когда вы смотрите. Ну примерно там 2000 рублей. Я считаю, что это недорого за индивидуальную прогулку. Подписывайтесь на канал. Самые классные эмоции, которые ты платишь не за какую-то услугу, а ты платишь за эмоции, да? Да. И то, что ты испытываешь в этот момент, когда ты видишь всю эту красоту, эту крепость, зелень, дома. Это, наверное, вообще бесценно просто на самом деле. О, кукуруза! В общем, друзья мои, подписывайтесь на канал, ставьте лайк выпуску, пишите комментарии. Как вам? Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока!